Всем привет! В этом выпуске я хотела бы поговорить о мансартах. Для начала я хочу рассказать немного истории об этих помещениях и откуда оно взялось, такое понятие. В 17 веке французский архитектор Франсуа Мансард предложил использовать, именно впервые стал использовать для жилых и хозяйственных нужд чердачные помещения. Мансарды – это чердачное помещение со скошенными крышами, и как раз именно это придает данному помещению определенный шарм. В 17 веке налоги платились поэтажно, мансарды не считались, поэтому это было очень выгодное вложение, и они в те годы стали популярны. В 19 веке на мансардных этажах жили в основном бедные люди, а сейчас такие помещения пользуются большой популярностью. Есть некоторые особенности использования таких этажей. Например, из-за неровности потолка очень сложно использовать мебель вдоль стен. Также существуют строгие правила по гидроизоляции, теплоизоляции и шумноизоляции. Не все мансарды можно использовать для жилых помещений, а именно из-за высоты потолков. Минимальная норма – 2400, чтобы можно было здесь сделать жилой этаж. Очень часто делают в таких этажах, например, кабинеты, детские, гардеробные комнаты или домашний кинотеатр, как в данном случае. Есть такие зоны, которые нельзя использовать под жилые помещения, и в таком случае мы делаем такие специальные комнатки, в которых мы можем хранить чемоданы или все, что угодно. Для того, чтобы функционально использовать это пространство, вдоль стен обычно делают встроенную мебель. Для того, чтобы сделать домашний кинотеатр в данном помещении, кроме архитектора или услуг дизайнера, необходим инженер по домашнему кинотеатру, потому что очень важно в необходимых нужных местах расставить колонки, сабвуферы. В общем, много всякой техники, в которой без специалистов точно мы не справимся. По периметру комнаты на мансардах используются окна-велюкс, которые специальным образом открываются и защищают данное пространство и дают свет. Летом в самое жаркое время здесь может быть жарко, поэтому на этих окнах можно использовать определенные пленки либо жалюзи. Данное помещение, так как оно удалено от всех остальных, очень хорошо использовать под кабинеты, куда можно забраться, и никто вас не будет беспокоить. И в нашем случае у нас есть такой уголок, который мы используем под кабинет. Если у вас есть такой этаж, обязательно подумайте со всеми членами семьи, что можно здесь расположить. И добавив сюда такой творческой смекалки, я уверена, что это будет одно из любимых мест для всех членов вашей семьи. Спасибо, что посмотрели данное видео, а что, по вашему мнению, можно устроить на таком мансардном этаже. Делитесь в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь. До встречи в следующих выпусках! Субтитры подогнал «Симон»!